Приветствую вас в Мавроди-клубе. Сегодня я хочу поговорить о применении научного подхода в изучении системы МММ Сергея Пантелеевича Мавроди. Клевещите, клевещите, что-нибудь достанется. По-моему, именно этот подлый, но рабочий принцип используют политтехнологи, когда стоит задача создания образа МММа Сергея Мавроди в сознании масс. И действительно, спросите себя, вы когда-нибудь изучали систему МММ? Изучали биографию Сергея Пантелеевича Мавроди? Внимательно и беспристрастно. Когда стоит задача сделать так, чтобы вы не верили конкретному человеку, самое простое это опорочить имя этого человека, облить грязью, навешать на него ярлыков и постоянно это повторять через средства массовой информации. Получаемая таким образом информация очень легко усваивается и не подвергается критическому мышлению. Но представьте, вы слышали о том, что Мавроди мошенник и МММ лохотрон не одну сотню раз. И как вам кажется, из разных источников. От родственников, от друзей, от коллег, от сослуживцев. Но если подумать, откуда эту информацию изначально получили все эти люди? Ну конечно же, из независимых, неподконтрольных и неподкупных СМИ. Из телевизора. Именно на таком незамысловатом принципе и была организована операция по развалу МММ в 90-х. Когда по телевизору разного рода политики бесконечно с утра до вечера повторяли одно и то же. МММ это финансовая пирамида, скорее забирайте свои деньги. В общем-то так систему и развалили. А теперь давайте представим, что все чиновники вдруг говорят только правду и ничего кроме правды. И вот с утра до вечера по всем средствам массовой информации чиновники разных уровней будут бесконечно повторять одно и то же. Что банк это финансовая пирамида, что страховая это финансовая пирамида. Граждане мол забирайте оттуда свои деньги, бегите скорее, пирамида рухнет. Ну и что? Как вы думаете, что случится с банком при таком раскладе? Вы знаете, есть такой рабочий механизм, он называется банковский мультипликатор. Именно он лежит в основе всей банковской системы. По сути своей это математический расчет, некая формула со своими коэффициентами. По этой формуле, если все вкладчики любого банка ринутся за своими вкладами, то даже 30 процентов вкладчиков не получат и того, что вложили. Чего уж говорить о каких-то там процентах. То есть власть имущие, назовем их хозяева денег, искусственно создали такую ситуацию, когда вам в голову вложили информацию, что МММ это что-то плохое, а банк это что-то хорошее. Ну еще бы, банки для того и созданы, чтобы обогащать хозяев денег. Или вы будете с этим спорить? Ну посмотрите на всех своих знакомых, кто из них не нуждается в деньгах. Напрашивается очевидный вывод, что банковская система служит банкиром, а не рядовым гражданам. Кстати сказать, именно поэтому с МММ так активно и борются. Ведь эта система изначально была создана Сергеем Пантелеевичем Мавроди с одной целью – помочь простым людям, рядовым гражданам. Ну а кому нужен смелый, сильный, богатый, самодостаточный народ. Такими людьми уже нельзя будет манипулировать. В общем-то в этом и заключается основная причина, по которой власти борются с МММ.